Добрый день, дорогие зрители YouTube-канала Шневас Борис. С вами я, его новый временный ведущий, Шневас Борис. Сейчас мы находимся около Автомузея Автомобилей Мира. И нас тут уже на входе встречают различные инсталляции, в том числе и автомобили, также и знаки. Тут еще есть различные даже американские автомобили. Конкретно вот первый, это у нас Меркурий. Ну, предположу, что американский. Ну, а теперь давайте в музей. Различные миниатюры транспортных средств, как мотоциклы, так и были еще в начале автомобиля. Сразу же первый роскошнейший зал, огромный, как ангар самый настоящий. Тут еще карета есть, не знаю, назначение. Хорошо, вот опять миниатюрные автомобили разных эпох и типов. Мотоциклы сразу еще. Даже какие-то современные лады есть. Также очень много различных миниатюрных автомобилей. Еще есть какой-то второй этаж загадочный. В этом транспорте можно даже посидеть. Ну, в другой раз. Интересное кафе. И начало их пусть. И приходим встречает Buick модель F-Turing. Производство США. До 1908 года выпуска. Даже вот такие тут старинные экземпляры сохранились. Интересно-интересно. Ну, пойдем дальше. По хронологии, надеюсь, что. Дальше идет Unique Tip L. Французский автомобиль. 1920 года выпуска. Уже чуть видно, что посолиднее будет. Так, дальше. Бриско Тюринг V4-24. Также США. 1917 года выпуска. Дальше нас встречает Wall Street & Coupe. Великобританский автомобиль. 1921 года выпуска. Выпускала ее компания Wall Street & Coupe. И тут нас встречает грозный, серьезный мотоцикл. К сожалению, тут не вижу каких-либо обозначений, по которым можно было бы определить марку данного транспорта. Но не страшно. Дальше мы переходим к Волге. Так, сейчас, надеюсь, узнаем, какая точно эта модель. Да. А, ага. Это ГАЗ М-21 Волга. Производство, конечно же, Советского Союза. 1962 года выпуска. Ну, а там какое-то картонное безобразие. Советского Саки Нинджа. Ну, не будем засорить на нем особое внимание, поскольку здесь нас встречает здоровеннейший зал. Так же с различными автомобилей. Ну, пойдем дальше. Изота Францкини типа 8. Итальянский автомобиль 1924 года выпуска. Эти автомобили, как гласят данная надпись, внизу, который располагается. Этот автомобиль, ну, или в целом эта марка, стала символом богатства и роскоши жизни. При этом сама фирма, как гласит данная надпись, изготавливает только шасси и двигатель. Дальше идет Бугатти Тайп 57. Французский автомобиль 1935 года выпуска. Проходим дальше. Пирс Эрроу. Автомобиль производства Соединенных Штатов 1930 года выпуска. Дальше нас встречает Студбекер Президент. Так же автомобиль Соединенных Штатов 1933 года выпуска. И беремся дальше. Студбекер Лайт 6. США 1924 года выпуска. Ну, тут, к сожалению, видно, что автомобилю стеклышко побили. Ну, и проживел он весьма сильно, но... Хоть и не ездит, но выглядит достойно. Идем дальше. Рено НН. Что бы это ни значило. Франция 1928 года выпуска. Бугатти Тайп 35 реплика. Данный экспонат является репликой одного из наиболее известных гоночных автомобилей в мире. Французский автомобиль 1925 года выпуска. То есть это... Это не автомобиль. Это просто, скажем так, своеобразный муляж, который повторяет все очертания и детали того автомобиля Бугатти. Идем дальше. Нас тут встречает Chevrolet 490. Также производство у нас будет тут уже США 1919 года выпуска. У него забавный клаксон, который висел под зеркалом. Ну, думаю, что слышно его было все равно хорошо. Дальше нас встречает МЕЦ модель 22 США 1914 года. У него также забавный клаксон располагается с левой стороны от водителя. Эта американская автомобильная компания МЕЦ являлась одной из первых компаний, которая предложила покупателям СМИ выбирать автомобиль из приобретенных у нее деталей как конструктор. То есть люди сами собирали себе автомобиль. Интересная затея, но не знаю, насколько была эта хорошая идея. Дальше идем Ford Model T США 1916 года. Это первый автомобиль, который полностью собирался на конвейере, благодаря чему машина из дорогой игрушки для избранных превратилась в универсальное и общедоступное средство передвижения. Вот так вот. Первый автомобиль, который был собран на конвейере, выглядел именно так. Никита, не современный автомобиль, а вот уже даже не классика, а уже прям совсем старый транспорт. Дальше нас встречает Cadillac V8. США 1928 года выпуска. Ну, выглядит роскошно. Даже сейчас сохранился очень достойно. Среди всего этого располагается обрезанная газель, в которую можно залезть и посидеть. И вот как видите, сквозь окна можно будет посмотреть буквально на Советский Союз. Застроить на газель особое внимание и пойдем дальше. Тут нас встречает Татра 57C. Чехословацкое авто. Среди всех этих зачесалось. 1934 года выпуска. Довольно простовато исполнен автомобиль, но осмелюсь предположить, что все равно был достойным. Дальше тут идет серия мотоциклов. К сожалению, они не подписаны. Если вдруг знаете, что это за мотоциклы, пожалуйста, напишите в комментарии. Дальше нас встречает MG модель ТА. Производство Великобритании 1936 года выпуска. Интересный автомобиль, который закрывался следующим образом. Ну, надеюсь, это было не так, а его просто так вот прикрыли. Непонятно, правда, зачем. Ну, пусть так и будет. Идем дальше. Нас встречает черн гигант. К сожалению, пока не вижу, что написано. Это Хамп Мобил серия С. США 1930 года выпуска. Эта компания была основана в 1900 году Робертом Хаппом. Вот такие вот тут даже серьезные транспорты есть. Тут еще даже зачем-то стоит древний фотоаппарат. Дальше нас встречает Паккард серия 120. Производство США 1936 года выпуска. Дальше нас тут встречает телевизор, на котором видно что-то празднуют. Идет какой-то фильм. Да, какие-то празднования. Расположился очередной мотоцикл. К сожалению, безымянный. Но дальше мы встречаем гиганта под названием Cadillac V12 серия 370 Roadster. Вот такие тут даже гиганты. Производство США 1933 года. Идем дальше. Это его ровесник, это Cadillac V12 серия 370. То есть вот то был Roadster, а вот это уже просто, скажем так, базовый вариант данного автомобиля. Можете вот сравнить. Сейчас отойду чуть подальше. Разница определенная есть. Как минимум то, что у обычного серийного автомобиля есть еще и второй ряд сидений. Как в то время же у Roadster их не наблюдается. Сейчас встречает автомобиль под названием Vuazen C или C, кому как удобно, 14. Французский автомобиль 1930 года выпуска. Ну, осмелюсь предположить, что данное транспортное средство несло какие-то себе военные черты и военное направление, оно применялось. Предположу, основываясь на красе данного автомобиля. Двигаемся дальше. Нас встречает Opel Admiral. Германский автомобиль 1939 года выпуска. Интересные, стилизованные. Цвета разные такие. А тут у нас располагаются запчасти какие-то автомобильные. К сожалению, не могу сказать, для чего они были использованы. Помимо очевидной фары. Двигаемся дальше. Mercedes-Benz 190 V120 Drop 121. Чтобы эти дроби не значило, это германский автомобиль. 1958 года выпуска. То есть это уже, ну, не свежий, но по сравнению с предыдущими уже гораздо более современный автомобиль. Куда же расположилась автомобильная безоколонка. Ну, к сожалению, не работает. Так что не проверим, ездят ли данные транспортные средства. Встречает нас тут Mercedes-Benz 300. Кабриолет D. Германский автомобиль. 1953 года выпуска. То есть уже, как и предыдущий, уже гораздо новее. Дальше идет... У вас, споди, что это название. Это Хорих 830 VK. Германский автомобиль. 1935 года выпуска. Вот тут даже такие транспорты. Как мне подсказывает тут надпись внизу. Это автомобиль премиум класса. На этих автомобилях ездили военные чины Третьего Рейха. Не ниже подполковника. Как гласит надпись внизу. Зачем тут расположились чемоданы? Дальше у нас встречает Mercedes-Benz 220. Также, соответственно, германский автомобиль. 1953 года выпуска. Двигаемся дальше. О, какой роскошный кабриолет. Это Hudson 8. Автомобиль производства США. 1936 года выпуска. Даже вот такие автомобили здесь невероятно красивые, роскошные встречаются. Двигаемся дальше. Дальше у нас встречает Cadillac 75 Fleetwood. Автомобиль, соответственно, производства США. 1941 года. Так. Тут надпись внизу гласит, что, к сожалению, автомобиль обновлялся реже остальных моделей марки. И этот автомобиль очень сильно выделялся в потоке машин. Дальше у нас встречает Buick Limited серия 90. Автомобиль США. 1936 года выпуска. Как пишет надпись, логично, этот автомобиль стал самой дорогой моделью среди ленинеки Buick, состояв конкуренцию автомобилем низшего ценового диапазона марки Cadillac, а также входившего в корпорацию General Motors. Поэтому модель быстро сняли с производства. Видимо, оказывал очень сильную, серьезную конкуренцию. Дальше нас встречает Packard Clipper. Автомобиль также США. 1942 года выпуска. Дальше нас встречает разукрашенное чудо. Я бы так это охарактеризовал. Это так называемый Cort 810. Автомобиль производства США. 1937 года выпуска. Движемся дальше. Studi Baker Champion. Автомобиль США. Производство 1950 года. Это так называемое третье поколение чемпионов. Казалось самым успешным среди данной серии. Продавалось на протяжении 6 лет. За характерный передний обтекатель модель получила прозвище Bullet Nose, что в переводе с английского Nose Pulli. Автомобиль часто снимали в кино. В том числе в кинофильме Маска с Джимом Керри в главной роли. Очень хороший фильм. Дальше идет Buick Special Convertible. Господи, какие страшные у них названия. Автомобиль США 1956 года выпуска. Его название Convertible характеризует то, что... Это был автомобиль с откидной крышей, который стоил дороже. Не знаю, почему это так у них написано. Дальше идет Buick Special. США 1955 года. Дальше идет Hudson Commodore. США 1949 года выпуска. Двигаемся дальше. Chevrolet 3100 Pickup. США 1953 года выпуска. Как гласит табличка, пикап традиционно самый популярный тип кузова в США. Грузовички Chevrolet 3100 Pickup были незаменимы в сельском хозяйстве и в малом бизнесе. Пикап мог перевести полтонны груза. Даже вот такие вот применялись. Дальше идет Volkswagen Transporter T1. Т1, германский автомобиль. Выпускался с 1950 по 1975 года. Интересный такой микроавтобус. Дальше идет односложный Edsel. США 1958 года. Это, судя по всему, какое-то ответвление от Ford, как тут написано. Но, видимо, раз мы не получили более новых машин, значит дело не пошло. Дальше идет Borgward Isabella. Это западная Германия, 1957 года выпуска. Дальше встречает, ну, уже почти что прям современное авто. Это Cadillac Sedan Deville. США 1960 года выпуска. Данный транспорт был, соответственно, очень популярен в Америке. Ну, на этом двигаемся дальше. А это уже Cadillac Deville Sedan. Сложно понять, чем они движутся с премьего года выпуска. Но пропустим данный момент. Это США, 59-го года выпуска. Бьюик LeSabre. США, 59-го года выпуска. Дальше нас встречает Ford Galaxy 500 США, 62-го года. Имя Galaxy в 62-м году носили все полноразмерные Ford. Одни Galaxy были настоящими гоночными аппаратами, соответствующими техническими характеристиками. Другими простыми семейными седанами. Версия 500 подразумевала дополнительные опции и большее количество хронированных деталей. То есть вот так. Так, идем дальше. Дальше одиноко стоящий. Не знаю почему. Cadillac Sedan Deville. США, 66-го года выпуска. Ну и здесь стоит разугрошенный наш советский, все еще вернее сказать, пока еще не наш, автопром. У нас встречает Mercedes-Benz 280 SE. Западная Германия, 69-го года выпуска. Люксовый германский кабриолет на шасси V111. V111, что бы это ни значило. При разработке этого шасси значительный упор был сделан на безопасность пассажиров. Ну, будем надеяться, что тогда этот автомобиль был действительно безопасен. Chevrolet Impala Coupe. США, 63-го года выпуска. Дальше нас встречает достаточно внушительный автомобиль. Как бы не оскорбить и не обидеть. RAV 2203 Латвия. Выпускался он Советским Союзом в 83-м году. Осмелюсь предположить, что это какой-то был прародитель всем известной буханки. Дальше тут располагаются все, скажем так, советские транспорты в лице двух. Вру, вот еще третий стоит. Какой-то трактор. А, у трактора есть название. Это трактор Ford Zone. США, 1924-го года. Как он здесь оказался, я вообще не знаю. Дальше идет Легенда 4х4 Зилпрота. Но это уже совсем современный 2006-й год. Идет ГАЗ-13 Чайка. Советский Союз, 76-го года выпуска. Дальше идет Красный Путиловец L1. Впервые вообще-то про такой автомобиль слышу. Выпускался он в Советском Союзе в 33-м году. Дальше идет Москвич 400. Через дробь 401. А смеется предположить, что это просто были одинаковые автомобили. Согласно данной надписи, он выпускался в СССР в 54-м году. В небольших количествах автомобилей Москвич, соответственных моделей, поступали на службу в ОРУД, отдел регулирования уличного движения, ИГИ, государственную автоинспекцию. Извиняюсь. Дальше идет ГАЗ-М1. В скобочках написано МКО. В Советском Союзе она выпускалась в 37-м году. Ну и дальше идет машина, которая выбирается из всего этого списка. Lincoln Continental. США, 61-го года выпуска. Многим известный автомобиль. Легендарный Lincoln Continental. Традиционный президентский автомобиль. Имел в своем сценарии все, что могло потребоваться самому взыскательному покупателю. Изначально ориентированный на конкуренцию с моделями Cadillac в начале 60-х годов. Lincoln получил новый внешний облик и новый интерьер. Нас встречает Citroёn 2CV. Франция, 75-го года выпуска. Как тут написано, это был народный автомобиль. Из-за простоты и дешевизны. Дальше идет ВАЗ-2101 Жигули. Советский Союз, 76-го года выпуска. Дальше идет Opel Record P2 или R2 Coupé. В Западной Германии он выпускался в 62-м году. Двигаемся дальше. Jaguar Mark 9. Великобритания 60-го года. Эти автомобили, отличаются надежными и отменными техническими характеристиками, высокой ценой, также надежностью. Rolls-Royce Серебряный Призрак, в переводе на русский. Великобритания, 58-го года выпуска. Дальше идет Rolls-Royce Cornish 3, Великобритания 90-го года. Ну, уже совсем почти современный автомобиль. Создан был на платформе лимузина, как гласит здесь надпись внизу. На базе платформе лимузина Silver Shadow. Смелись предположить, что это его, скажем так, сосед по марке. Дальше идет Rolls-Royce Серебряная Тень 2. То есть он выпускался в Великобритании в 80-м году. Двигаемся дальше. Rambler Super 6, США, 59-го года выпуска. Поэтому одна из выставок заканчивается. Классические автомобили, соответственно. Переходим в выставку под названием, вот вверху написано, спорт авто. Выставки так называемых спорта авто. Но в то же время здесь вот наблюдаются вот такие, я бы сказал, малюточки, что ли. Они тут есть и четырехколесные, также есть, что самое интересное, и трехколесные варианты. И вот первый трехколесный экспонат, это AS InvaCar. Выпускался он в Великобритании в 60-м году. Дальше идет германский автомобиль FMR 500 TG. То есть даже не GT, как обычно пишут там, а это уже был TG. Наверное, хотели все посмеяться. Надеюсь на это. Выпускался он в 62-м году. Идем, ну, я уже надеюсь... А, тут даже, к сожалению, не на всех автомобилях есть таблички. Так что они тут идут, к сожалению, через одного или два. Вот дальше идет Biscuter. Вот он. Biscuter 200F Pegasin. Это какой-то как будто уменьшенный Mercedes, что ли. Тут разные еще такие вот. Есть вот NSU Prince 30. Германский автомобиль 61-го года. Дальше идет совсем какой-то маленький. Ilse Soterin Car. Германия 55-го. А вот тоже вкусненькая, скажем так, подъехала. Это Lamborghini Uraca P111. Итальянский автомобиль выпускался в 74-м году. Дальше идет, ну, я бы сказал, очень известный автомобиль. Это Mercedes-Benz 190 SL. Германский автомобиль 61-го года выпуска. На этом автомобиле ездили Фрэнк Синатра, Ринго Стар, Пабло Пикассо, Софи Лорен и многие-многие другие. Дальше идем. Это Mercedes-Benz 230 SL. Скажем так, его идейный продолжатель. Выпускался у нас через 4 года. В 65-м уже. Дальше идет Chevrolet Corvette C1. США 62-го года выпуска. Это стал первым американским спортивным автомобилем. Легкий стеклопластиковый кузов автомобиля был смонтирован на раме. Благодаря русскому отцу американского Corvette Zare Zaharu Arcus Dantovu. Господи, какие тут умина даже написаны. Модель получила мощный 8-цилиндровый мотор и стал разгоняться до 230 км в час. Да, честно. Не сейчас, скажем так, он автомобиле до такой скорости разгонится. Дальше тут есть вот телевизор, на котором идет фильм. Пожалуйста, скажите, что это за фильм. Потому что я, к сожалению, не знаю. Напишите в комментариях. Будьте добрые товарищи. Дальше тут есть вот, как бы сказать, тест на реакцию. То есть вот нажимается вот кнопочка старт. Старт. После чего тут поочередно загорают эти красные огонечки, на которые нужно нажимать. Чем больше наживешь, ну, соответственно, тем лучше будет. Дальше идет осень Хилле 3000. Великобритании 60-го года выпуска. Дальше. Неожиданно BMW 503. Германия 60-го года выпуска. Дальше идет уже, ну, опять тоже, какая-то, какие-то вбросы начались. Volvo P1800 Швеция 62-го года выпуска. Дальше идет, ну, соответственно, по значку можно догадаться, что это будет Альфа Ромео. А тут, тут почти что два одинаковых автомобиля, но они все-таки разные. Это Альфа Ромео, вот красная, Giulia Spider 1600. Итальянский автомобиль 63-го года выпуска. Дальше идет Егор XK120 Roadster. В Великобритании он выпускался в 54-м году. Дальше идет Егор Е-Type. Выпускался он в Великобритании в 68-м году. А здесь в углу запрятан Volkswagen Carman Gea. Германский автомобиль 72-го года выпуска. А здесь неожиданно вклинивается так называемый Datsun 280Z. Это японский автомобиль, который выпускался в 77-м году. Неожиданно он здесь оказался. Среди всяких американцев, германцев, великобританцев и итальянцев. Вот один такой вот Datsun спрятался. Дальше идет Outsmobile Tornado. Куронадо, господи. США 75-го года. Олдсмобиль Catlas Supreme, США 68-го года выпуска. Дальше идет, ох, какой роскошный. Chevrolet El Camino, США 71-го года. Если вот внимание обратите, то он, несмотря на свои, ну, скажем так, не очень габаритные формы, он все-таки являлся, как бы, ну, пикапом, что ли, получается. Очень нестандартно. Дальше идет Ford LTD Crown Victoria, США 85-го года выпуска. Ну, как мы здесь видим, на нем оснащены мигалки, то есть он, скорее всего, задействовался какими-то правоохранительными органами. Дальше идет Chrysler 300B, США 56-й год. Идем дальше. Дальше нас встречает Stuttbecker Avanti, США 64-го года выпуска. Дальше. Porsche 944. Ну, вообще как-то... А, странно. Тут вот написано, что вот ближайшая панелька Porsche. Но тут, судя по значку, это все-таки Maserati. Ну, вот, скорее всего, это про следующий располагающийся черный автомобиль. Именно в виду, что это вот Porsche 944. Германский автомобиль, который выпускался в 84-м году. Дальше. Астон Мартин Вентэндж, Великобритания, 77-го года. Дальше идет, ну, король всех отмобили, на мой взгляд. Это Ford Mustang, 65-го года выпуска. Он еще в таком интересном. Ну, как будто золотистым раскрасивающий, шедеврально он смотрится. Невероятно просто. Имеется некоторое устройство, которое воспроизводит звуки различных транспортных средств. Ну, давайте, к примеру, заценим спортбойка. Звук выходит вот оттуда. Вот, отпустим клавишу и послушаем, допустим, Волгу. Звучит очень-очень грозно и громко. Ну, двигаемся дальше. Встречает еще один Mustang. Ford Mustang Shelby GT500. 67-го года выпуска. Ну, учитывая некоторые, скажем так, изменения в его кузове, осмелись предположить, что его все-таки сделали под какой-то, ну, более спортивный вариант. Дальше идет Chevrolet Corvette C3. 72-го года выпуска. Как-то вот интересно, у него краски переливаются. Невероятно смотрится. У него еще всякие хромированные детали. И просто здоровенная выхлопная труба во всю бочину идет. Ну, мы не о трубе. Мы идем дальше. Дальше у нас тут встречает, кстати, к сожалению, BMW, которая никаким образом не обозначена. Дальше идет Lancia, которая, к сожалению, тоже никак не названа. Завершают два последних экспоната. К сожалению, не названный мотоцикл и Land Rover, на котором, как тут написано, катались когда-то Борислав Казанкин и Александре Давидов. Ну, а смелись предположить, что они каких-то гонок в обеззорожье участвовали. Красивая машина. Ну, надеюсь, идем дальше. Вот и завершился наш поход в автомузей автомобилей мира. Также вот я снова вышел на это невероятно красивое место около входа. Ну, что ж, на этом все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, если вы хотите поддержать наше творчество. Комментируйте наши видео. Ставьте лайки. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok